Приветствую вас. Давайте рассмотрим ваш вопрос. Не испытываю к близким чувство жалости. Если кто-то из близких болеет, лежит с температурой, отвратительно себя чувствует, я испытываю любое ничего, либо раздражение. Пытаюсь вызвать жалость у себя, стараюсь помогать, проявлять сочувствие. Говорю себе, человеку плохо. Когда тебе плохо, то я ожидаю заботы и поддержки. Почему ты не можешь сделать так же? И не могу ответить на этот вопрос. Я могу слегка испытать жалость героям фильма или книги и плакать навры долгое время. Но не к родным людям. Почему так? Я думаю, что здесь стоит поговорить о, во-первых, природе жалости как таковой. И во-вторых, о вплетении этого чувства, чувства жалости, во взаимодействии с вашими родными людьми. Начнем с того, что к заботе и поддержке чувства жалости отношения особого не имеет. Забота и поддержка – это не жалость. Забота и поддержка – это, ну, в общем и целом, просто забота и поддержка. И к жалости это никакого отношения не имеет. Чувство жалости, на мой взгляд, человека, скорее, принижает, обесценивает. Скорее так, чувство жалости, на мой взгляд, выставляет отношения. Неравноправным, неравноправным. То есть, когда я тебя жалею, то я не равен тебе. Вот это очень важный момент и очень важная деталь. На которую хочется обратить внимание. Дальше. Вы от себя, ну, как мне кажется. Вы от себя требуете. То есть, вы требуете от себя человека жалеть. На мой взгляд, нельзя жалеть кого-то, ну, заставляя себя. То есть, если вы себя заставляете человека жалеть, то я могу предположить, что у вас, ну, в этом смысле, я могу предположить, что у вас есть некоторые проблемы в отношениях с близкими. Потому что в отношениях, где все хорошо между людьми, заставления места быть не может. Если имеет место быть заставления, значит, в отношениях все не очень хорошо и, ну, могут быть какие-то проблемы. И соответственно, соответственно, вот эти самые проблемы, которые могут быть между вами и вашими близкими, не позволяют вам испытывать, так скажем, ну, знаете, какого-то желания, да, заботиться. Вы не хотите заботиться о своих родных. Конечно, я не могу знать причину, по которой вы этого не хотите. Но очень часто это бывает связано с обидами, неоправданными ожиданиями, надеждами, нарушением личной границы страны. Этих людей. И рядом других аспектов. О которых сейчас особого смысла говорить нет. Вот. Так что, смотрите, больше в сторону того, что вам хочется делать. Смотрите, больше в сторону того, что вам интересно. Интересно. Интересно делать ради своих близких и для них. И смотрите в сторону того, не блокируется ли это чем-то. Если блокируется, то нужно как раз таки смотреть, что именно. Гармонизировать ваши отношения и работать с вашим восприятием, тогда появится возможность проявлять заботу, поддержку, но не жалоб. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо. 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 Спасибо.